МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. Катербургский экономический форум проходит в эти дни в Северной столице. Участие в форуме принимает и делегация Ненецкого округа. Открытый форум прокуратуры Ненецкого округа пройдет на Рейнмарии. Какие вопросы будут обсуждаться? На базе школы номер 4 работает многопрофильная смена «Одаренные дети Арктики». Чем уникальна эта смена, расскажем подробнее. 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Знаменательная историческая дата. В честь юбилея великого русского классика в окружной столице прошел цикл мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. В Северной столице в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум. Делегацию Ненецкого округа, в состав которой вошли вице-губернаторы Татьяна Лагвиненко и Иван Болтенков, возглавляет глава округа Александр Цибульский. Сегодня губернатор принял участие в учредительном заседании Общественного совета по развитию Северного морского пути, а также в мероприятии государственной компании «Автодор» на тему реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, которое прошло при участии главы Минтранса Российской Федерации Евгения Дитриха. Одним из основных событий первого дня работы ПМФ стало заседание Консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации по вопросу реализации национальных проектов, возможности и устойчивости региональных бюджетов. Оно прошло при участии первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко и первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Антона Сулуанова. Кроме того, ПМФ стал площадкой для подписания ряда соглашений, направленных на социально-экономическое развитие Ненинского округа. Петербургский международный экономический форум проводится в северной столице России с 1997 года. С 2005 года ПМФ проходит при участии главы государства. Каждый год количество его участников превышает на 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран мира. Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств, политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, главы российских регионов. В Ненинском округе обсудят обеспечение прав граждан в сфере здравоохранения. Эта тема станет ключевой в повестке открытого форума прокуратуры Ненинского округа. Он пройдет 10 июня в 12 часов в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. Планируется, что в форуме примут участие заместитель генерального прокурора Российской Федерации Алексей Захаров, губернатор Ненинского округа Александр Цибульский, прокурор Ненинского округа Николай Егоров, представители законодательной и исполнительной власти региона, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, общественных институтов и организаций. Участники форума обсудят нормативно-правовое регулирование и состояние законности в сфере здравоохранения региона, а также обеспечение прав граждан Ненинского округа в свете реализации национального проекта здравоохранения. Также будут затронуты проблемные вопросы в сфере охраны здоровья и лекарственного обеспечения, инфекционной заболеваемости и вакцинопрофилактики. Представители общественных институтов и организаций расскажут об обращениях граждан по вопросам здравоохранения к уполномоченному по правам человека в Ненинском округе и результатах их рассмотрения, охране здоровья несовершеннолетних, о реализации прав инвалидов на оказание качественной медицинской помощи и лекарственное обеспечение. Участие в открытом форуме прокуратуры Ненинского округа также примут студенты Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа имени Ваучейского, обучающиеся по специальностям, сестринское дело, лечебное дело, а также студенты иных образовательных учреждений, проходящие практику в медицинских учреждениях округа. В регионе расширили перечень заболеваний, при наличии которых граждане имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, включив в него ишемическую болезнь сердца. Кроме того, право на бесплатные лекарства будет предоставляться тем, кто перенес аортокоронарное шунтирование и стентирование. Соответствующее решение окружные депутаты приняли на минувшей сессии. По данным профильного департамента, за последние два года в округе увеличилось количество пациентов, перенесших эти заболевания. Так, в 2017 году было 45 человек, в 2018 году 49 человек, ожидаемое количество пациентов в 2019 году – 51 человек. В соответствии с медицинскими стандартами оказания медицинской помощи, такие пациенты нуждаются в длительной послеоперационной реабилитации, неотъемлемой частью которой является медикаментозная терапия. Согласно действующей редакции закона, граждане, имеющие ишемическую болезнь сердца, и граждане, которые перенесли ортокоронарное шунтирование и стентирование, получают льготное лекарство в случае, если они достигли возраста 60 лет и старше, и в возрасте до 18 лет. Но мы, как все знаем, данная болезнь молодеет, и необходимость возникла оказания помощи пациентам в маше, не достигших 60 лет. В связи с чем предлагается установить уйти от разделения по возрасту и установить право для всех жителей округа, которые перенесли ишемическую болезнь сердца, и которой было сделано ортокоронарное шунтирование, инстантирование. Как отметил Сергей Сверидов, принятие законопроекта потребует выделения дополнительных средств в размере чуть больше 3,6 миллионов рублей. Погрузиться в математику, физику и филологию этим летом смогут победители муниципального и регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников и лауреаты различных интеллектуальных конкурсов. Для них на базе школы номер 4 организована многопрофильная смена «Одаренные дети Арктики». Проект реализует Ненецкий региональный центр развития образования в рамках соглашения за рубеж нефть, добыча Харьяга. Эта неделя посвящена углубленному изучению математики. Специально для этого в окружную столицу приехала преподаватель САФУ Татьяна Ширикова. Мы целую неделю с ребятами погружаемся в математику. Сначала им было, конечно, тяжеловато. В первый день шесть уроков математики. Это, наверное, даже взрослому не под силу. Но вот теперь уже у нас мы экватор перешагнули, и они уже вполне спокойно сидят эти шесть часов, занимаются математикой и нормально уже адаптировались. Благодаря финансовой поддержке недропользователей обучение по профильным предметам будут проводить преподаватели вузов ВЯДГУ и САФУ. Всего участниками многопрофильной смены станут 24 школьника седьмых и восьмых классов. Помимо этих занятий мы также предусмотрели программу, которая поможет нашим детям выдерживать большие умственные и интеллектуальные нагрузки. То есть с ребятами проходят психологические тренинги, проводят их специалисты Центра ДАР. Также мы позаботились о здоровье наших обучающихся. Они будут посещать Ледовый каток, Дворец спорта Норд, бассейн. Культурная программа для них запланирована. То есть это походы в музей, в кинотеатр, посещение различных выставок. Помимо этого методисты нашего Центра развития и образования будут вести для ребят занятия по исследовательской деятельности, по риторике и практические тренинги по коммуникативной направленности. Организаторы многопрофильной смены уверены, что такие занятия помогут ребятам добиться еще больших результатов и стать призерами и победителями на всероссийском уровне. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сегодня, 6 июня, в России отмечается Пушкинский день – знаменательная историческая дата. Именно в этот день в 1799 году в Москве родился величайший национальный поэт Александр Сергеевич Пушкин. «Пушкин – наше все», «Пушкин – солнце русской поэзии». Эти фразы, принадлежащие известным современникам поэта, живы и сегодня. В честь юбилея великого русского классика в окружной столице прошел цикл мероприятий, посвященных его жизни и творчеству. В окружной столице цикл мероприятий, посвященных празднованию 220-летия со дня рождения великого русского поэта и прозаика, открыл Пушкинский диктант. Он проводится в окружной столице уже третий год подряд. Материалы для пушкинского диктанта разработаны учителями русского языка и литературы с учетом возрастных особенностей и уровня образования. «У нас сегодня несколько площадок. Пушкинский диктант пишут в селе Великовисочном, в школе номер один, в школе номер два, в школе поселка Искателей. Поэтому я думаю, что участников будет очень много». Интеллектуально-развлекательную программу для детей, посвященную жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина, подготовили сотрудники Неницкой центральной библиотеки. «Мы провели открытие «Я в гости к Пушкину спешу», где участие приняли учащиеся детской школы искусств и преподаватели. Звучали стихи поэта, звучали известные музыкальные композиции в русских композиторах Чайковского, Сверидова». В отделе «Севера» состоялся показ мультфильмов по мотивам пушкинских сказок. Известные произведения классика в этот день звучали на разных языках мира. Тем временем в соседнем зале развернулись интеллектуальные состязания. Ребята боролись за звание самого эрудированного и внимательного читателя. «Сумел ли поп нанять балду в работнике?» «Да, за три. На какую оплату за труд договорились?» «Ой, молодцы!» «Леша, какое произведение Пушкина твое любимое?» «Сказка о царе Султане, о сыне его, могучем Ведоне Султановиче и прекрасной царевне Лебедь». «А почему именно он?» «Ну, потому что там рассказывается об истории любви, и все запутано». «А что ты знаешь о биографии?» «Ну, знаю, что родился он в Москве. На первом языке он говорил это в французском. У него была няня Мэрина, не помню, как зовут. Арина Родионова. Также он жил в Михайлове и очень любил время года осенью». «Какие еще произведения Пушкина ты можешь перечислить?» «Ну, поэма Руслана Людмила, роман Евгения Негин, сказка о золотом петушке, сказка о мертвой царевне и семи богатырях и еще сказка о золотой лепке». У каждого свой Пушкин. Кому-то интересны его сказки, кто-то наслаждается его лирикой или ясностью мысли, высказанной в прозе. Свой Пушкин и у Инги Артеевой, известной в округе поэтессы, автора гимна Ненецкого автономного округа, члена Союза писателей России. «Вообще, я считаю, что Пушкин, почему в детстве, допустим, как мама, как человек, имеющий опыт в педагогике, я бы советовала начинать именно со сказок Пушкина, потому что Пушкин – это такая хорошая прививка против дурновкусия, которая сейчас наслаждается нам очень активно. И понятно, почему говорят Пушкин наши все, не потому что самые красивые стихи, потому что после него написали много там и покрасивее, и посложнее, а потому что он все это начал. С него и началась вот эта вот силоботаническая русская система стихосложения, ее до этого ведь не было. Каждый человек, который так или иначе занимается творчеством, он читает и помнит наверняка стихотворение Пушкина «Памятник». Потому что там как раз вот по полочкам разложено все то, что помогает в минуты творческого кризиса, в минуты каких-то вот вещей, когда тебя не принимают, там все, и ты такой, не складывается ничего, да, и ты вспоминаешь Пушкина, да, и уж тоже не все, не всегда любили. И говоришь себе, я памятник себе, воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он голобой непокорной Александрийского столпа, нет, весь я не умру. Душа заветной лири, мой прах переживет, и тление убежит. Вот это то, что человек творческий должен, наверное, помнить всегда, потому что много будет плохого и хорошего про нас говорить, ничего не надо, надо быть как Пушкин. Просто понимать, ради чего ты это делаешь, и что все памятники, которые можешь после себя оставить, они будут нерукотворны. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. За вклад в развитие русской литературы медаль к юбилею Александра Сергеевича Пушкина вручена поэтессе Литоза Полярье. На торжественной церемонии в Большом конференц-зале правительства Москвы пушкинские медали были вручены авторам антологии русской поэзии и прозы 2018. Мои стихи как дети без имён, и потому боюсь я их вручать в чужие руки, чтобы в этом мире очень непростом своим тщеславием не обречены муки. Светлана Конегина с 9 лет пишет стихи. До настоящего момента поэтессе написано немало произведений. А три стихотворения из её творчества вошли в антологию русской поэзии 2018, которую ежегодно выпускает издательство Российского союза писателей. Авторы произведений, которые изданы в антологии, награждаются пушкинской медалью, а также получают возможность выдвижения на соискание пушкинской премии. Конкурсная жюри очень долго, в течение года, разыскивала авторов. В основном из числа тех авторов, которые печатаются на ресурсах стихи.ру, проза.ру. Потом модераторы отбирали какие-то произведения, которые были по какому-то наполнению культурному, по исполнению, достойны напечататься в таком издании. И после этого жюри оценивало работы, и те, которые могли быть включены по уровню и наполнению, они были включены в эту антологию. За вклад в российскую литературу Светлана получила медаль к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Церемония прошла в Большом конференц-зале правительства Москвы. Впрочем, на этом Светлана Коныгина не собирается останавливаться. В планах поэтессы издать свой сборник стихотворений. Ломая ногти о сотне преград, иду я к заветной цели. Чем больше будет замков и оград, тем к победе идти веселее. И как только я снова чего-то добьюсь, вдруг найдется еще причина, чтобы упрямо идти вперед, покорять другую вершину. И не важно, какой она будет – малой, большой или средней. Лишь бы только манила меня. А еще не была последней. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Воспитанники Дворца спорта «Норд» Сергей Ермолин и Руслан Костылев завоевали серебряные медали Кубка России по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 30 мая по 3 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. В Кубке России по пауэрлифтингу «Жим» и «Жим классический» среди мужчин и женщин приняли участие 187 спортсменов из 19 регионов 30 городов нашей страны. От нашего региона под руководством тренера Валерия Мартынова отлично выступили воспитанники Дворца спорта «Норд». В экипировочном дивизионе весовой категории до 74 килограмм Сергей Ермолин блестяще справился с весом 200 килограмм и выполнил норматив «Мастера спорта России». А в классическом пауэрлифтинге «Жим лёжа» Сергей Ермолин и Руслан Костылев завоевали серебряные медали Кубка России. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин